итак всем привет вы на канале арсишник и в этом видео мы будем подготавливать нашу машину для более быстрых пробегов по спидрану и для этого мы будем ставить вот такой пеньончик у нас еще есть конечно это будем последующих видео делать пеньон на 44 зуба да но мы будем ставить пока что на 34 зуба вот такой пеньон стальной затем мы будем ставить шины из пеноматериала да и обрезать их на вот этом вот станке который как раз подходит для этих шин но видите у нас здесь идут провода клеммы он работает от 12 вольт но я купил 3s батарейку чего в принципе будет достаточно и давайте перепаяем эти коннекторы чтобы легко подходила под наш станок ну что погнали и для начала давайте снимем наш двигатель и поменяем наш пеньон теперь ставим сенсор и теперь можно задвигать об теперь откручиваем стопор на пеньоне намазываем его специальной смазкой вставляем обратно но не затягиваем идеально и теперь зажимаем пеньон точнее стопор на пеньоне все теперь мы знаем что он стоит ровненько давайте зажмем его с другой стороны и как вы видите здесь минимальный шин и так теперь у нас поменен пеньон спор мы оставили тот же самый на 34 зуба теперь у нас пеньон тоже 34 зуба и давайте теперь приступим к подготовке колес теперь нам понадобится станок для обрезки шин батарейка чтобы работал этот станок сами колеса чтобы их обрезать и вот такое лезвие от компании canadian racing концепт которая заказывал вместе с этим станком такое вот лезвие давайте откроем для того чтобы более качественно срезать наши колеса из пеноматериала итак у меня есть коннекторы xt90 папа мама которые мы запаяем вот сюда и вот сюда чтобы легко было совмещать батарейку и наш станок и так дорогие друзья как вы видите я тут все спаял уже и давайте проверим подключаем батарейку и включаем станок все работает сейчас я немножечко уберусь и приступим к обрезке шин мы значит подготовили нашу машинку для обрезки шин я поставил новые зубчики для того чтобы сделать посмотрим колесо давайте проверим посмотрим 102 и 6 до обрезать будем где-то до сотки устанавливаем колесо подсоединяем батарейку включаем ну и потихонечку пытаемся срезать теперь проводим в обратном направлении так давайте посмотрим что получилось 99 до чтобы быть точным но все супер теперь делаем то же самое с остальными колесами а да совсем забыл сказать видите здесь очень прямой угол и надо взять какую такую штуку и подскосить чуть-чуть по краям для лучшей устойчивости для лучшей поворачиваемости не знаю видно или на камере или нет но вот так вот сверху видно что они стали более овальными и так когда мы обрезали шины все-таки стоит их проверить на балансировку от балансировать ну проверить сохранилась ли нормальная балансировка или нет ну вроде супер сейчас я еще на лезвиях проверю и скорее всего видите все идеально и так теперь когда наши колеса полностью подготовленные от балансированы надеваем их на автомобиль так теперь мы проверяем все по подвеске по ходовой части нигде не трясется ничего смотрим все зазоры все клиренсы и можно отправляться в бой и да кстати хотел предложить вам устроить но не конкурс что ли а такое состязание придумайте лучшее название для этого автомобиля так что пишите ссылку в комментариях ну и не знаю что нибудь с лучшим комментариям придумаем так ну что мы приехали на замеры как вы видите стоит пиньон на 34 зуба то что мы с вами ставили до этого я поставил 4s батарейки вот сейчас попробуем прикрепить камеру корпусу гупрошную и заснять посмотреть как это будет выглядеть из кабины автомобиля так ну что у нас gps трекер включен спутники ловит зелененькая показывает все включаем итак как вы видите мы подключили gopro значит включаем трек старт давайте проверим вот он работает но все в принципе давайте проверять так ну что поехали так давайте посмотрим теперь на телефоне делаем стоп читать но уже неплохо 120 километров в час на 4s батарейках давайте теперь попробуем сделать на 8s батарейках и уже будет без gopro чтобы сопротивление ветра не мешало нам так ну что поменяли мы батарейки на 4s да давайте запустим наш 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 gps трекер до проверяем гироскоп работает поставил его на 30 процентов думаю что этого будет вполне достаточно итак ну что поехали с богом итак первый блин комом что-то как-то я не очень сильно и ловил ну давайте посмотрим сейчас какая скорость была как-то ее мотает очень сильно так давайте глянем читать о 204 километра в час неплохо уже неплохо уже 200 километров в час сказать новый pb personal best record но я думаю что мы можем еще быстрее гораздо разогнать единственная проблема что я уже отсюда вижу что колесо очень сильно облупилась из-за этого я не мог ее держать она была очень устойчиво очень мягкие колеса задняя тоже самое видите очень сильно отрывается ну короче в общем решил я дальше не стязать машину поскольку ведь один прокат и сразу колеса я предполагаю за того что я обрезал и боковые дел грани делал простой пемзой срезал их вот это все дело станком а это срезал пензой из-за этого нарушилась структура не делайте так ребята из-за этого очень сильно отрываются видите колеса с остальных колес и вроде более-менее нормально сделал да то есть они нигде не оторвались а здесь может быть камешек еще какой-то попал но таких колесах я просто не хочу всадить тачку сразу же не побив рассказать нормальный рекорд какой-нибудь там не придут не преодолев 250 километров в час поэтому оставайтесь с нами будем это все делать дорабатывать ставить новые колеса и бить новые рекорды и так сегодня у нас очередной съемочный день до пытаемся побить наш рекорд скорости напомню уже было 204 километров в час но произошла маленькая авария и мы не смогли преодолеть более высокий барьер значит что мы сделали сейчас под настроил подвеску немножечко по-другому обрезал еще дополнительно колеса до 97 миллиметров видите вот эти сколы конечно у меня нету других колес из пеноматериала максимально сделал как мог ну посмотрим что из этого получится и большая очень проблема что ветер очень очень большой из-за этого может сносить машину и произойти какая-нибудь авария либо мы не сможем просто нажать в полный газ но будем пробовать ветер просто жесть все работает откладываем но и запускаем сносит ее не могу полный газ нажать о слушай как мы сможем еще раз заедет читать 202 до рекорд не побили но сейчас попробуем еще раз и 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 не в столб. А не, нормально. Нормально. Живем. Так, на какой скорости все это произошло? Давайте смотреть. 2,4. Ну да, не можем мы преодолеть этот барьер. Очень большой ветер. Но ничего страшного. А вот и наш сплиттер. Итак, что у нас получилось? В принципе, на самом-то деле не такой уж и большой дамаг. Корка у нас абсолютно целая. Единственное, что задний сплиттер развалился. Да, здесь отвалился. Но тут на самом деле ничего критичного нету. Это все легко чиниться. Отвалился передний сплиттер. Да, но он тоже особо не покосался. В принципе, мы его пределы. Значит, у нас разломалась спереди дуга, но мы ее тоже починим так, что оделась малой кровью. Так что, соответственно, будем возвращаться в гараж, ремонтировать нашу модель Arma Limitless, дорабатывать и стараться на ней побить все больше рекордов. Так что, не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, бейте в колокольчик и пишите комментарии. Так что, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok